Да иду я, иду. Чё орать-то сразу? Всё, я здесь. Начинаем! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где, как вы уже могли понять, я высказываю своё личное мнение о фильме, ну или фильмах, на которые я сходил, само собой, без спойлеров. И сегодня на повестке дня у нас сразу два зародыша будущих потенциальных вселенных – Mortal Kombat и Майор Гром. И, пожалуй, начнём с первого. Фильм расскажет нам о бывшем бойце Коле Янге, родившемся с меткой дракона, полученной им от древнего предка Ханза Хасаши. Но эта метка не просто красивый атрибут, а также приглашение на поединок чемпионов разных миров. И предстоящий поединок решающий, так как если он будет проигран, то на землю вторгнутся воины из внешнего мира и погрузят мир в хаос. Чего и желает добиться древний колдун Мак-Чародей и просто нехороший дядька Шан Цунг, пытаясь ещё до турнира уничтожить воинов земли, среди которых и наш Кол. А вот получится ли у него это, вы узнаете в фильме Mortal Kombat. Сразу должен сказать, что я не являюсь огромным фанатом и знатоком игровой вселенной МК. Я играл понемногу в какие-то части, но больше всего я рубился в МК ещё на Сеге. А поэтому я шёл на фильм, не зная его официального лора. Но скажу так, возможно, если вы знаете лор достаточно, то у вас от чего-то пригорит. Но у меня такого не было. Для меня это была новая история. И скажу сразу, история это очень проста. То есть не ждите глубокой драмы и детальной проработки персонажей. Самый проработанный здесь это Скорпион. Мы видим и его прошлое, и его семью, и настоящее, где он сейчас. Итогем он станет. Следующий по проработке Сабзера. Шучу, шучу. Следующий Кол Янг, имеющий и мотивацию, и какую-никакую историю. Хотя в ней и есть куча чёрных дыр. Ну а дальше все остальные, просто вскользь упоминающие свою предысторию. Но знаете что? Я и не ждал глубокого кино. Я шёл увидеть драки с суперсилами и кровищу. И я это получил. А поэтому спасибо, что дали хоть какую-то историю персонажей. Ну а теперь о сладком, драках и кровище. Это просто оху... Потрясающе. Всё. Мне больше нечего добавить. Кровь льёт ручьём, части тел летят в разные стороны. И всё это в красивой хореографии. Снятой, насколько мне известно, по большей части без дублёров. Чего уж говорить. Люис Тан, он же Кол Янг. Бывший каскадёр. И махать руками и ногами, и красиво огребать люлей ему не привыкать. Что до остальных актёров, то, как по мне, было рискованно и в то же время гениально не звать актёров первой величины. Разве что за исключением Хироюки Санада. Рискованно это потому, что фильм без знакомых лиц не привлечёт столько же зрителей, сколько и со знакомыми. Ну а гениально это потому, что у МК есть огромная фан-база, которая мигом рванёт в кино. Плюс просто люди, желающие посмотреть на зрелищные бои. Ну и ещё это гениально со стороны бюджета фильма. Не столь известным актёрам платить можно меньше. А большую часть бюджета пустить на сам фильм. Но хоть актёры и не мастодонты кино, но за исключением парочки, как по мне, в фильме не было ни одного мискаста. Кунг Лао, Кано, Лю Кан, Соня, Джакс и прочие великолепны. Разве что мне не очень зашёл Рейден. Но возможно это потому, что его недостаточно раскрыли. Кстати, забавно, что хоть я и не огромный фанат МК, но у меня есть автограф, который дал мне лично Кристофер Ламберт. Он же Рейден из старого Мортал Комбата. Не знаю, видно, нет? И нет, его я разыгрывать не буду. Но напомню, что у нас проходит розыгрыш вот тут. Ну или тут. Там тоже есть и драки, и кровь, и супергерои. Ну и, конечно же, пасхалочки. Тут скажу так, что при условии, что я не играл по большей части в современные МК, даже я тут и там видел пасхалки. Чего уж говорить о знатоках. Хотя некоторые пасхалки по типу... Чистая победа! Проговариваемые самими персонажами. Выглядят немножко... глуповато. Но хотя в то же время забавно. Кстати, да, чувством юмора фильм не обделен. По большей части за него отвечает Кано. Кано wins. И fucking beauty. Хотя, пожалуй, главный минус фильма это музыкальное оформление. Оно... Никакое. Там звучит заглавная тема, но она настолько пережата и перековеркана, что ее там практически и нету. В общем, если вы не завышаете ожидания, и не ждете мега глубокомысленного кино, то смело смотрите. Вам должно понравиться. Это фильм про драки с ультранасилием. И вот этого там хватает. Если же вы ждете чего-то другого, то смотреть навряд ли стоит. Но теперь о наболевшем. Майор Гром. Фильм о том, как одному парнише остались в власть имущие. И он решил этих самых власть имущих изничтожить. Но на его пути встает обычный парень без супер сил и супер костюма. Майор Игорь Гром. Методы борьбы Грома с преступностью очень спорны. И порой сами граничат с преступными. Но именно благодаря своим навыкам он и способен противостоять нависшей угрозе. Но проблема заключается не только в злодеи, но и в обычных людях этого злодея поддерживающих. И само собой массовые беспорядки уже на пороге. А вот насколько сильным будет Гром, вы узнаете в фильме Майор Гром. Товарищи, а можно поинтересоваться, а с каких пор мы стали говножуями? Не все, но все же. Ладно, давайте объясню, что я имею ввиду. Не так давно на экраны российских кинотеатров вышла адаптация русского комикса Майор Гром. Кстати, сам комикс я не читал, а поэтому это не фанбойство из-за комикса. И с бюджетом в 640 миллионов на момент записи ролика фильм собрал всего 166. Ииии, это провал. При том, что до этого 12 ноября выходил непос... Выходил непос... Выходил непосредственно... Выходил неп... Выходил непосредственно... Выходил непосред... Выходил непосредственно... 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 Сука, даже выговорить название это ебаной не могу. Выходил непосредственно Какаха, о котором вы уже, наверное, знаете из обзора Бэда. И с бюджетом, который я, если честно, не смог найти, в прокате он собрал 546 миллионов. Серьезно? Серьезно, блять? Да, серьезно. И при этом я уловил интересную закономерность. Если обобщить, то из 100 комментариев под постами с какахой, 98 были по типу «Говно шедевр», «На хуй это выходит» или «Просто говно». Ситуация под постами с Громом равнопротивоположная. Если и не все, то многие ждали этот фильм и хвалили трейлер. Но по итогу сборы говорят сами за себя. Хотя Гром-то вышел хоть и не шедевральный, но все равно шикарный. Это какие же у меня недостатки? Да, есть в нем и клишированность, и оглядка на Голливудщину. Но при этом фильм действительно неплох. Музыка очень крутая. И некоторые композиции из фильма я даже добавил себе в плейлист. Персонажи живые, и за них хочется переживать. А история хоть местами и предсказуемая, но все-таки затягивает. Да, я натыкался на негативные отзывы. По типу того, что, например, это пропаганда. Хотя я нашел всего два таких комментария. Или то, что Питер слишком глянцевый. Мол, не передает дух реализма. Но знаете, я всегда хотел, но ни разу не бывал в Питере. А поэтому и сравнивать я не могу. И знаете еще что? Я иду в кино не за реализмом, а за историей, показанной в кино. Если бы я хотел реализма, я бы смотрел документалки. И подведя итог, я вновь хочу спросить. Люди, что с вами не так? Почему вы несете деньги откровенному шлаку, игнорируя зарождение чего-то нового и хорошего? Без всяких там Козловских, Петровых фондов кино и говеного быдло-юмора. Да блин, самые известные имена здесь это Любовь Аксенова. Зато и добиваешь результата. Смеешься? Которой никаких претензий, она просто шикарна. Кейв Стоунер, мужик, не вызывающий ничего, кроме улыбки. Родной, ну что ты исполняешь? Я эту делюгу полчаса строил. Ну и Шматко, он же Маклаков. Супергерой что ли? Да? Ну тут как бы вообще без комментариев. Да, там еще появляется Хабенский, но с совсем небольшим камео. Да блин, чего еще можно желать от русского кино? Что ж, если так и продолжится, то приятного вам просмотра сиквела Кахи или какой-нибудь там очередной бабушки легкого поведения. В общем, всего плохого. Блядь, это же не мое. Я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Алло, бабл. Я сказал все, что вы просили. Где мои бабки? Алло. Алло. Алло, блядь. Если вдруг кто-то не понял, это была шутка. Не знаю, как насчет других, но у меня слишком маленький канал, чтобы мне предлагали хоть какие-то деньги за какую-то рецензию. Да и ни на какие предпоказы я не ходил, а вложил свои кровные. А поэтому это мое личное мнение. Мнение человека, который первый раз за хрен знает сколько времени сходил на русский фильм. А вообще забавно. Не так давно люди выдвинули хэштег в поддержку фильма. С призывом сходить на него. И моментально встретили ответную реакцию. Мол, комментарии куплены. Серьезно? Вы думаете, бабл будет платить какому-то 15-летнему Васе Пупкину из-за Лупуевки, чтобы он прорекламировал фильм? Нет, просто люди, видя происходящее, сплотились и взяли пример со Снайдерката в поддержку хорошего русского кино. И я к ним присоединяюсь. И прошу, скорее всего, на момент выхода ролика фильм в прокате уже закончится. Ну, либо же будут идти какие-то последние сеансы. Так вот, если они будут, или фильм все еще будет идти в прокате, то я попрошу, сходите, поддержите фильм. А заодно составите свое личное мнение. А если он уже не будет идти, то он, скорее всего, появится на кинопоиске. Так вот, приобретите его там, в аренду, ну или навсегда. Решать, конечно же, только вам. Просто вот честно, я бы очень хотел увидеть продолжение. Но такими темпами его не случится. И франшиза захлопнется на одном фильме. Как та же мумия с Томом Крузом. Хотя, повторюсь, это мое личное мнение, майор Гром вышел куда лучше этой самой мумии. Ну, а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну, а в описании я для вас оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. А также ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которые мы выкладываем различные новости кино и сериалов. И, друзья, мы стоим на пороге зарождения новых вселенных. А вот выживут ли эти вселенные, зависит только от вас. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»